История жителей дома 84 по улице Школьной уже звучала в нашем эфире. Однако их проблема за прошедшие два года так и не была решена. Борьба за придомовую территорию опять продолжается. На помощь пришлось вызвать тяжелую артиллерию. На встречу с жителями приехал глава района Сергей Кошман. Рассказывает Елена Бабина. Третий раз глава района приезжает во двор дома 84 по Школьной улице. Еще несколько лет назад жители этого дома пытались отстоять свою придомовую территорию. История такова. В здании рядом собственник решил обустроить парковку. Но рассчитана она только для посетителей этого здания. А разместить ее запланировали на единственном зеленом уголке, который есть в этом дворе. Мы уже четвертый год мучаемся за этот участок. Понимаете? Они нас уже довели до инсульта почти. Уже падаем дома. Ну сколько можно? Хотя помогите все нам, помогите. Кроме вот этого участка у нас больше ничего нет. Вы сами видите. Там одни только машины и некуда даже выйти. А жителям ведь куда-то хоть по деревце вот бабулькам с детьми. Куда-то ведь хочется по деревце посидеть на лужайке на какой-то. И мы хотим дышать воздухом, а не одни только гарью от машин. Бизнесмены, которым нужна парковка, уже закрыли небольшой пятачок стоянки шлагбаумом. И теперь пытаются поставить ограждение по всему периметру нынешнего сквера. Конечно, этот факт вызывает недовольство у жителей. Им в прямом смысле этого слова силой приходится отстаивать свой оазис. Здесь они огромную такую решетку, в общем, вот такой высоты ставили. Вот мы, женщины старые, собрались. Они с той стороны ставят, а мы с этой стороны не даем. Они с той стороны ставят, а мы с этой стороны не даем. Если бы эта решетка упала на нас, то нас бы всех покалечило. Ну, в общем, я не знаю, мы победили или эти госарбайтеры совесть поимели. Отпустили и решетку туда. Также они отставили свои права и два года назад. И тогда казалось, что эта неравная война жителями выиграна. Но не тут-то было. Был дано, опять же, Сергею Николаевичу, был дан запрет на строительство, которое было спорено в суде. К сожалению, суд оказался на стороне застройщика, на стороне собственника. Мы отчаялись, пытались в течение двух лет судиться за сохранение этого сквера. И решили, что уже без помощи Сергея Николаевича, то есть более высоких классических наших городских, решить просто не получится. Оказалось, что без вмешательства главы района нельзя было и решить проблемы с дверью в подъезд, со старыми лифтами и ямочному ремонту во дворе. Я должна выйти, пройти через все вот эти камни, вот такие вот на дороге у нас там, хотите посмотреть? И глава прошел и увидел, в каком состоянии двор и дом. Вызвал представителей ЖКХ и пообещал жителям, что здесь везде наведут порядок, и сквер останется в ведении жильцов. Считаю, что во всем том, что касается сохранения наших дворов, наших придомовых территорий, безусловно, жители права. И будем делать так, администрация района, чтобы все это сохранялось. Мы всегда говорим, что сохранить и приумножить – это принцип нашей работы. Так и будем жить. Елена Бабина, Алексей Ильин, Наталья Буслаева, Видное ТВ.